Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 29 апреля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1706 году в Адмиралтействе Петербурга был спущен на воду первый 19-пушечный корабль. В 1797 году родился Григорий Зас, барон, генерал от кавалерии. В 1810-м родился Григорий Гагарин, князь, живописец и рисовальщик, исследователь искусства. В 1857-м родился Сергей Александрович, великий князь, московский генерал-губернатор. В 1881-м был опубликован манифест Александра Третьего о незыблемости самодержавия. В 1933-м при ЦК ВКПБ была создана Центральная комиссия по чистке партии. В 1968-м на экраны страны вышел фильм Татьяны Лиозновой «Три тополя на плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях. 29 апреля 1706 года в Адмиралтействе Петербурга был спущен на воду первый 19-пушечный корабль. Само слово «Адмиралтейство» означает место строительства и ремонта военных судов. Первую верфь в Петербурге построили уже в июне 1703 года на месте будущего кронверка Петропавловской крепости. Однако городу требовалась большая Адмиралтейская верфь. По распоряжению Петра I новую верфь должны были строить на острове между Невой и рекой Мья, ныне Мойка. Этот остров стал именоваться Адмиралтейским. Если посмотреть на Адмиралтейство сверху, то оно представляет собой гигантскую букву «П», обращенную широким открытым двором к Неве. В его внутреннем дворе располагались эллинги, помещения или помосты, где сооружались корабли. Здесь также находилась камора, помещение, в которой работали корабельные архитекторы и чертежники. Поскольку Петербург в то время жил под постоянной угрозой нападения шведов, вокруг Адмиралтейства построили крепостную стену с пятью земляными бастионами и глубоким сухим рвом, на дне которого стояли ряды заостренных кольев. Строительство верфи шло трудно. Тысячи рабочих в тяжелых условиях, болея и умирая, работали здесь от зари до темна. Большое наводнение 1705 года прервало работы и причинило новой крепости огромный ущерб. Несмотря на все трудности, 29 апреля 1706 года на воду было спущено первое судно – 19-ти пушечный корабль. Конструкция этого судна приписывается самому Петру. Царь не только принимал участие в разработке конструкции судов, но и сам работал на верфи. Он числился главным мастером. Даже значительно позже, когда Петр перестал служить в Адмиралтействе, он каждый день старался приезжать туда. Государь всегда присутствовал при торжественных спусках кораблей на воду. Он вручал старшему мастеру спущенного корабля на серебряном блюде по три серебряных рубля за каждую пушку, установленную на судне. Во время царствования Петра I со стапелей Адмиралтейства сошло в общей сложности 262 военных корабля. При этом каждая закладка или спуск корабля сопровождались залпами салюта, пушечными выстрелами, криками «Ура!» и всеобщим праздником. 29 апреля 1797 года родился Григорий Зас, барон, генерал от кавалерии. Его далекие предки в 15 веке переселились из Вестфалии в Прибалтику. По семейной традиции, своим жизненным поприщем он избрал военную службу. В 1813 году он поступил кадетом в Гродненский гусарский полк и принял участие в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов. Сражался под Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, был награжден знаком отличия военного ордена и произведен в корнеты. Затем участвовал в боях во Франции при Бриен-Ле-Шато, Бар-Сюр-Об, Ар-Си-Сюр-Об, Фер-Шампен-Уазе и закончил боевые действия под стенами Парижа. В 1815 году ЗАС вновь принял участие в составе русских войск в походе во Францию в знаменитом параде у города Вертю. После окончания наполеоновских войн служил сначала в Псковском Кирасирском полку, а затем в 1820 году перевелся в Нижегородский драгунский полк, воевавший на Кавказе. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов он, командуя моздокским казачьим полком, предпринял несколько удачных экспедиций против горцев и заслужил репутацию храброго и инициативного военачальника. В 1833 году Григорий Христофорович возглавил Баталпашинский участок Кубанской линии. Изучив военные повадки горцев и усвоив тактику горной войны, стал успешно осуществлять регулярные упреждающие мероприятия, основываясь на данных, получаемых от многочисленных лазутчиков. Его военные успехи высоко оценивались высшим командованием. Он получил несколько престижных орденов и золотое оружие с надписью «За храбрость». А в 1840 году ЗАСа произвели в генерал-лейтенанты и назначили начальником правого фланга Кавказской линии. Однако из-за размолвки с высшим начальством ЗАС в 1842 году вынужден был навсегда покинуть Кавказ. Семь лет спустя он принял участие в походе в Венгрию, командуя авангардом третьего корпуса, но затем вышел в отставку. А в 1864 году император Александр II, желая почтить боевые подвиги ЗАСа, призвал его вновь на службу и произвел в генералы от кавалерии, повелев числиться по Кавказской армии с правом жить, где пожелает. 29 апреля 1881 года был опубликован манифест Александра III о незыблемости самодержавия. Смерть Александра II 1 марта 1881 года от рук террористов остановила проводимые им либеральные реформы. Их вдохновителем был министр внутренних дел Михаил Ларисмеликов. Главным советником царя в первые дни после гибели его отца стал Константин Победоносцев, наставник Александра III с детских лет. Он придерживался крайних консервативных взглядов и сумел убедить государя в необходимости охраны незыблемости самодержавной власти. Обсуждение так называемой Конституции Ларис Меликова, по которой предполагался созыв выборных депутатов, было прекращено. Александр III поручил Победоносцеву составить текст акта об основах самодержавия и запрете в России всяких поползновений против него. Высочайший манифест был подписан императором и представлен в печать 29 апреля 1881 года. Характер манифеста передают следующие его слова. После манифеста последовал ряд консервативных мер, которыми ознаменовалось все царствование, Александра III. Первым шагом было увольнение из состава Совета Министров людей, которые придерживались умеренно либеральных взглядов, таких как министр народного просвещения Собуров, военный министр граф Милютин, министр финансов Абаза. Во-вторых, император запретил либеральные газеты и журналы, которые были открыты или стали более активно работать в последний год царствования Александра II. «Порядок, земство, страна, вестник Европы и голос». Уже через несколько дней Победоносцев писал государю. В среде здешнего чиновничества манифест встречен унынием и каким-то раздражением. Не мог и я ожидать такого безумного ослепления. Зато все здравые и простые люди несказанно радуются. В Москве ликование. Вчера там читали его в соборах. И было благодарственное молебствие с торжеством. Из городов приходит известие о всеобщей радости от появления манифеста. Относительно короткое время правление Александра III стало временем наивысшего политического могущества России в XIX веке. Сам же император заслужил в народе прозвище «миротворец», так как за 13 лет его царствования не было ни одной войны. 29 апреля 1933 года при ЦК ВКПБ была создана Центральная комиссия по чистке партии. Уже через два с половиной года после окончания второй генеральной чистки партии 1929-30 годов Сталину понадобилась новая генеральная чистка с целью еще большего укрепления своей власти. В результате ее проведения партия должна была стать единым монолитом, базирующимся на безоговорочном повиновении Сталина. Как сказано в постановлении, дело чистки должно было быть организовано таким образом, чтобы обеспечить в партии железную пролетарскую дисциплину и очищение партийных рядов от всех ненадежных, неустойчивых и примазавшихся элементов. Поскольку в уставе партии члены ЦК, как избранные съездом партии, не подлежали чистке, в постановлении было заявлено, что в таком случае чистка возможна при добровольном желании самого члена ЦК. Добровольцами стали так называемые правые уклонисты. Один из них, Алексей Рыков, каясь перед комиссией, заявил, что борьба со мной, в частности, и с правым уклоном является одной из крупнейших заслуг теперешнего руководства ЦК, и особенно, и в первую очередь товарища Сталина. Обширное самообличение перед комиссией почистки не спасло Рыкова от критики. Комиссия постановила считать его проверенным, но при этом просить Центральную комиссию почистки и ЦК ВКПБ довести до сведения 17-го партсъезда, что товарищ Рыков своей практической и партийной работой еще в достаточной мере не доказал, что он изжил свои правоопортунистические ошибки. Более успешно прошла чистка Николая Бухарина. Он заявил о своей полной безоговорочной солидаризации с тем, что партийная организация потребовала его добавочной проверки, поскольку он допустил целый ряд тяжелейших ошибок. Подробно перечислив эти ошибки, Бухарин утверждал, что его группа превратилась в конце 20-х годов в рупор всех сил, которые сопротивлялись штурму развернутого социалистического наступления. Демонстрируя полное преодоление своего былого демократизма, Бухарин заявлял, что мы должны раздробить черепа не только кулаков, но и всякого охвостя. В 1933 году из прошедших чистку миллиона девятьсот шестнадцати с половиной тысяч членов и кандидатов в члены партии было исключено 18,3%. Всего же с 1921 по 1933 год в результате чисток было исключено и добровольно выбыло около миллиона членов и кандидатов партии. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова